Здарова, ребят! Сейчас, как и обещал, иду покупать Яндекс.Смартфон. Хочу сказать сразу, что это не будет какой-то хвалебный обзор, я просто сделаю следующее. Прямо в прямом эфире, условно, прямо при вас, перейду на него как на основной. Настроим, посмотрим, что вообще из этого получится, понравится мне или нет. Уверен, вы для себя тоже сможете сделать какие-то выводы. Будет очень интересно, запасайтесь попкорном, смотрите до конца. Погнали! Ну все, ребят, долгожданный Яндекс.Телефон наконец-то у меня. Пойду домой смотреть, что он там да как. Итак, ребят, какой у нас сейчас будет план действий? Ну, во-первых, я его распакую, прям при вас, да. Во-вторых, мы его настроим, включим, ведем учетные записи, ну и, конечно же, установим все необходимые приложения. Сейчас вот, кстати, реально прям при вас его распаковываю. Еще его сам не видел. Обзоры, кстати, тоже особо не смотрел, так что, я думаю, будет интересно. Опа-опа. Вот он, Яндекс.Телефон. Так, что у нас тут, сам телефон? Ну, прикольный, кстати, компактненький такой. Так, гарантийный талон, справка, поддержка. Скрепочка с буквой Я легендарная. Ну и, собственно, что тут? Зарядник, да? А наушников, получается, нет в комплекте. Ну ладно, в принципе, телефон якобы дешевый. 3 А. Вот вся распаковка, ребят. Сейчас давайте его будем включать. Так, давайте его сейчас попытаемся включить и заодно снимем, пока он включается, пленочки. О, включился. Отлично. Так, супер. Ну, такой прикольненький, в принципе, телефон. Ощущается довольно-таки дорого. Здесь стекло и металл у нас, да? Так, еще надо в него симку воткнуть, правильно? Давайте сейчас воткнем какую-нибудь сим-карту. Что это он там такое шифрует? Ну что, телефон включается не так уж и быстро. Давайте пока сравню его по размеру с Huawei Nova 3i. Ну, как бы да, заметно, конечно, меньше по толщине он. По-моему, толще чуть-чуть, да, кажется? Ну, вот толщина, в принципе, не критична. Но зато здесь есть NFC, ребят. Вот NFC эта тема. Я уже соскучился по NFC, честно говоря. Кстати, камеры не выпирают. Это, в принципе, прикольный такой момент, потому что вот здесь камеры, например, выпирают. И вот тут как бы есть такой момент, то что вот здесь краска немного стирается, если видно. Добро пожаловать. Так, для начала подключаемся к Wi-Fi. После чего он нам предлагает проверить обновление. Скопируйте приложение и данные. Но я, кстати, так делать не люблю. Я обычно настраиваю как новое устройство всегда. Теперь вводим аккаунт Google. Дальше предлагает настроить сканер отпечатков пальцев. Ну, давайте попробуем быстренько. Google сервисы. Вот интересно, да, вроде Яндекс смартфон, а первое, что нам предлагают настроить, это все-таки Google сервисы именно. И подарки от Яндекс. Ну, я думаю, про них вы все уже знаете. И здесь, наконец-то, он предлагает ввести учетную запись уже Яндекс нам. В принципе, логично, да, Яндекс смартфон. И вот дальше он нам сразу предлагает подключить бесконтактные платежи. Давайте попробуем. У меня, в принципе, в Google Pay уже карты добавлены все. А, он мне Яндекс.Деньги предлагает привязать. Пришел пароль для Яндекс.Денег. То есть, он предлагает бесконтактные платежи сразу из кошелька Яндекс.Денег именно сделать, а не из Google Pay. В принципе, я это самое. Яндекс.Деньгами пользуюсь. Я не знаю, зачем он мне сейчас выпускает карту. У меня, в принципе, есть банковская карточка Яндекса, которая уже привязана к кошельку. Ну, ладно, сейчас посмотрим, что из этого получится. Сразу предлагает подписки нам. Подписка на Яндекс.Плюс. Мне это не нужно. Яндекс.Диск. Загрузка фото и видео. Мне это тоже не нужно, в принципе. Хотя я могу сделать. У меня вообще терабайт на Яндекс.Диске. Ну, я не буду. Я гружу на Google автомате уже. Просто привык. И пускай там будет. Так, ну и, естественно, рекомендации. Рекомендации приложения Яндекс. Наших партнеров. Вот, наконец, долгожданный рабочий стол. Яндекс.Денежки у нас установлены. Выпущена банковская карта. Но это имеется в виду виртуальная. Вот. Получается, я ей должен платить. Но я, в принципе, не хочу платить. Не, я, конечно, могу Яндекс.Денежки платить. Но мне все-таки хотелось бы именно Google Pay сделать. У меня там банковские карточки обычные. Так, что-то он сам переключил рабочие столы, что ли. Яндекс.Дзен. Тут идет лента у нас слева. Не знаю, буду тестировать. Я Дзеном не пользовался. Кстати, в принципе, классно, что столько Яндекс.Приложений уже установлено. Но, конечно, надо будет все это вычистить, потому что я не пользуюсь таким количеством. Алиса нам предлагает познакомиться. Давайте попробуем разрешить, что она нам предложит. Так, как добраться до работы? Расскажи новости футбола. Включи сказку про зайца. Запускаю. Так, а что у нас в плане интерфейса? Давайте посмотрим. Конечно, вот эти кнопки. Может, тут жесты какие-нибудь есть или что? Конечно, вот андроидовские кнопки. Я что-то от них уже отвык. Давайте сразу зайдем в настройки. Полазим. Потом уже будем приложения ставить, которые не хватает. К сети мобильный интернет. Передача данных. Тут должна быть статистика наверняка подробная. Ну, такой, конечно, интерфейс. Специфичный довольно-таки. Довольно вроде простой. Так, приложение уведомления. Недавно открытый. Показать все. Давайте посмотрим, есть ли какие-то опции по ограничению активности. Здесь что-то пока не вижу таких. Так, дальше у нас идет батарея. Батарея. Сведения о расходе. Ну, в общем, какая-то более-менее такая статистика с графиком есть. Режим энергосбережения. Так, уровень заряда батареи в строке. Это удобно. Спящий режим. И он показывает, сколько у нас приложений использовалось, да, и разрядило нам заряд, я так понимаю. Экран. Яркость. Ночной режим. Ночной режим, это имеет в виду режим чтения. То есть, он делает желтым таким экран. То есть, это никакая не черная тема там у нас. Так, расширенные настройки. Обои спящие. Довольно интересно сделано, кстати. Обои, допустим, получается в расширенные настройки запихнули. Обои темы еще вот здесь вот настраиваются. Если подержать на рабочем столе, такое красивое меню откроется. Здесь вот есть из Яндекс.Галереи всякие обои пейзажа, настроения. Вот. И есть еще тут темы вроде как. Давайте посмотрим. Ну да, тем здесь, конечно, очень мало, но может быть со временем появится больше. Адаптивная яркость. Менять яркость с учетом уровня освещенности. Ну, естественно, да. Интересно, почему этот параметр выключен. Так, идем теперь в звук. Давайте посмотрим, есть ли возможность настроить график. Так, правило, будний вечер. Ну да, все подробно настраивается. Хорошо. Хранилище. Хранилище. Здесь есть какой-то менеджер хранилища. Так, удалять фото и видео, добавленные более 90 дней назад, которые синхронизируются. Я так понимаю, с Яндекс.Диском, наверное. Так, но это мне не нужно. Местоположение и защита. Вот, это довольно интересно. Я так понимаю, разблокировки по лицу у нас здесь нету, да? Кстати, по поводу сканера отпечатка пальца. Давайте посмотрим, как он работает. Так. Ну так, конечно, достаточно долго по сравнению с Huawei. То есть, вот я прикладываю. Почти больше секунд, да, получается, проходит. Ребята, ну сканер отпечатка прям очень дубовый. Достаточно долго распознает. Вот, смотрите, я приложил его. Вот, видите, даже ничего не произошло. Вот сейчас пододавил чуть-чуть. Вот он распознал. Но это не всегда, так, конечно, срово. Вот, видите, я приложил, давлю, вообще ничего не происходит. Ну, то есть, ну, как-то прям вообще, можно сказать, сканер практически нерабочий. Не, ну, конечно, во многих случаях он распознает. Распознает, но вот, видите, вот, вообще никак просто. Давайте сравнение покажу на Huawei. Ну, конечно, понятно, что рука там сейчас на улице подмерзла. Все такое. Но вот на Huawei я как бы не приложил. Вот я обычно достаю, а так сканер, ты руку положил на сканер, все, вот он же распознался. Видите, вот, хоп, все. В любом сценарии, как бы я тут ни приложил, он всегда быстро распознает мгновенно. Здесь, так и на Яндексе, такого нет. Пользователи аккаунта, тут ничего интересного нету. Ну, спецвозможности, думаю, тоже ничего такого. Автоповорот экрана, бла-бла-бла. Алиса, голосовая помощь, подсказки. Так, слушай, Алиса, голосовая активация, ну, пускай будет. Так, и Google сервисы, Google сервисы тут можно настроить, но это стандартно. Так, информация о системе. А, это система, жесты. Ох ты, я думал, сейчас тут жесты откроются, как на Huawei, можно будет интерфейс поменять. Ну, короче, интерфейс, я так понимаю, нельзя поменять, только штатные кнопки Android. Жестов тут никаких нету. И, в принципе, все. Значит, активность приложения я тоже не могу настроить, как на Huawei или Xiaomi. Это очень прямо печально. Но, в принципе, ладно, будем считать, что это такая, как бы, оболочка ближе к чистому Android. Кстати, вот интересно, нажал на кнопку, открывается именно Google Ассистент, а не Алиса. Интересно, почему? Я думал, будет Алиса именно открываться. Вот если на эту кнопку нажать и подержать, вот Google Ассистент. Это очень странно, кстати, зачем? Почему Google Ассистент? Давайте еще посмотрим шторку уведомлений, как она выглядит. Ну, в принципе, стильненько, хотя какие-то очень крупные вот эти вот, конечно, это можно было бы уменьшить. Вот это все, мне кажется. Ну, в принципе, ничего такого особенного. Здесь все стандартно. Так, ну вот, будем считать, что телефон настроили. Давайте перейдем теперь к установке приложений. Во-первых, хочу установить Google Pay. По-моему, его здесь нет. То есть, мне для NFC он нужен. И для того, чтобы у меня там лежат все мои бонусные карты всякие в магазинах. Давайте посмотрим Google Pay. Установим. Кстати, еще интересный момент. Надо попробовать. Ведь именно надо как бы еще выбрать, чтобы Google Pay по умолчанию использовался именно в системе. А, и вот она, эта настройка. Всегда используют для бесконтактных платежей Google Pay вместо приложения Яндекс.Деньги. Я ему говорю, да. Вот, так что теперь все будет работать. Вот здесь мои карты бонусные всякие. Тут целая куча их. Очень удобно хранить. Кстати, вот я не пойму, он постоянно почему-то переходит. То ли я нажимаю, то ли чего. По идее, вот в моем понимании как. Он почему-то переходит на правый рабочий стол. Или это может быть, ну вряд ли я случайно нажимаю. Но по идее должен быть центральный вот этот, да. То есть, здесь, кстати, строка Google у нас получается. Они вроде как, получается, оставили... А, это вообще в Chrome идет, что ли? Это он сразу Google Chrome, получается, открывает, да. Интересно. То есть, это не классическая строка поиска Google. Так, теперь я перейду уже к установке приложений. Сейчас я посмотрю из Яндекса. Я, кстати, не так уж много чем пользуюсь. Вот я их вынес. Получается, я пользуюсь Яндекс.Диск, Яндекс.Такси, Яндекс.Метро, Яндекс.Деньги. Вот, электрички я туту ставлю. Что там, Яндекс.Навигатором я не пользуюсь. Я пользуюсь Яндекс.Картами. Там, в принципе, ну и сейчас уже полный функционал навигатора присутствует. Здесь у нас стандартное меню с приложениями для Андроида. И вот я сейчас думаю, а что мне вообще нужно установить? У меня такое складное впечатление, что смартфон уже готовый под ключ. Хром здесь есть. Вот я обычно хромом пользуюсь, у меня там просто все синхронизировано. И, кстати, удобно, что он реально в строку вынесен. Потому что я обычно всегда, когда в гугловском приложении что-то ищу через эту строку, то я обычно всегда открываю в хроме потом. Но это удобнее, чем в гугловском приложении. Но, в общем, всякие электрички, Яндекс.Музыка, это окей. Это, в принципе, здесь есть. И я этим буду пользоваться. Здесь, естественно, не хватает соцсетей, не хватает банковских приложений. Да, но это, в принципе, понятно. Сейчас посмотрю еще, касаемо офисных, есть ли тут, по-моему, нету гугловского Google документа, Google таблицы, Google презентации. Я это все установлю тоже. Ну, сейчас при вас, давайте посмотрим Google документы. Сейчас я подробно не буду установку всех приложений показывать. Тут, в принципе, уже такие приложения, которые, скажем, нужны лично мне. Возможно, вам даже и не понадобится. А, ну, естественно, почту Mail.ru надо установить. Облако, вот, это как бы обязательно. Соцсети, надо контакт установить. Ну, естественно, надо установить WhatsApp, Viber будет. Вот, ну и, в принципе, и все, пожалуй, ребят. Больше тут ничего такого устанавливать. Ну, Instagram поставлю, МТСное приложение, вот. Ну, то есть, по минимуму, в принципе, можно сказать, что телефон готов к работе. И, по-моему, больше здесь ничего такого интересного нет. Вот, регулировка яркости не очень, кстати, удобно расположена. Она почему-то вот здесь вот, именно когда вытаскиваешь шторку, но не всегда удобно. Мне бы лично иногда будет удобно именно вот, как на Huawei и Xiaomi сделано. Так неудобно вот то, что он перекидывает постоянно на правый рабочий стол. Как бы, я что-то хочу здесь сделать. Я, как бы, ну, какое-то приложение, я уже запомнил, что оно здесь. И я, получается, его здесь ищу и не могу найти. Вот, еще диспетчер задач надо посмотреть. Ну, стандартный, вертикальный. Как бы, ничего здесь особенного тоже нет. Все это устаревшая уже тема, конечно. Приложение камеры. Давайте-ка мы еще сразу в сложных боевых условиях испытаем. В темное время суток. Так, а что-то я не пойму. А где режимы какие-то здесь вообще есть что-то? Только настройка экспозиции, и то какая-то ступенчатая. Так, еще настройки зайду, может, тут. Так, а что-то нифига нету тут вообще. Не понял. Что-то это жесть какая-то. Не портрета, получается, вообще ничего нету, что ли? Да, ну я надеюсь, это исправит более новых прошивках. Но это что-то как-то вообще прям печалька. Так, давайте-ка с Huawei сравним. Ну да, ребят, на Huawei, конечно, фотографии значительно сочнее получаются. Еще искусственный интеллект, даже если вырубить, все равно, конечно. Так, ну еще такой интересный момент. А где мне эти фотки теперь посмотреть? Получается, галереи-то здесь нету, да? Есть только такая. Ну, типа простенькая, да? Да, это, конечно, фигово. О, так, а файловый менеджер здесь есть, кстати, нет? А, вот есть какие-то файлы. Так, здесь внутреннее хранилище. И да, вроде есть. Какой-то простенький совсем, конечно. Так себе тема. Давайте пару дневных фоток. Одну сделаем на Яндекс. И одну сделаем на Huawei с отключенным искусственным интеллектом. Ну что, ребят, пришло время подводить итоги. В общем, я не знаю, мне как-то стало несколько грустно, что ли, под конец обзора. Но не знаю, за что я здесь отдал 18 косарей. Конечно, если сравнивать вот этот телефон и, допустим, вот этот, то... Причем, кстати, вот этот телефон даже стоил 15 тысяч недавно. То есть, даже дешевле, чем вот этот. То, конечно, вот это вот примерно iPhone XS Max. А вот это вот iPhone SE. Ну, как-то так примерно по ощущениям. Вот, но действительно. В принципе, вы видели все сами. Я думаю, что каждый уже для себя сделал какие-то выводы. Буквально вот за, там, вот этот час, который я сейчас провел со смартфоном. Ну, давайте, ладно, не будем ничего поспешно как-то обижать его. Давайте я с ним похожу еще где-то месяц и сделаю еще несколько роликов. Сравню его с Huawei Xiaomi, посмотрю, как в эксплуатации. Может быть, он себя покажет очень хорошо и мнение мое изменится. Вот. Ну, а с вами был FutureTime. Пишите в комментах, что вы думаете по поводу этого смартфона. Какие у вас есть мысли, идеи. Вот. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok